О чем ты мечтаешь? Новая машина прямо из салона? Достойный отдых на морях или ключи от новой квартиры? Воплощаем мечты вместе с Аргиз Кредит. Воплощаем мечты вместе с Аргиз Кредит. Доброго времени суток. Итак, третий день чемпионата мира. И мы опять сегодня покажем за кулисей чемпионата. Петер Петрович. Петер Петрович. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Садись, Анатольевич, я уже все. Садись, Анатольевич, я уже. Садись, Анатольевич, я уже. Садись, Анатольевич, я уже. И белорусский борец очень опытный, призер мира неоднократный. Поэтому эта победа для нас очень важна. И придаст уверенность этому парню нашему. Аминный Сармарин. Вас захватывает ностальгия былых времен? Ну, конечно, смотришь, как разминаются ребята очень интересные. Хочется с ним побороться. Всему свое время. А по сумме медалей, какая команда, думаете, перестанет первым? Ну, тут Россия пока в не конкуренции. Конечно. Ну, ровненько идет Россия. Посмотрим дальше. Сейчас все может быть. Все может быть. Это чемпионат непредсказуемый, я бы сказал. Потому что от кого не ожидали, тот выиграл, от кого ожидали, проиграл. Поэтому очень интересно проходит. И ваши пожелания фанатам борьбы и любителям спорта? Фанатам борьбы. Они все вокруг нас и вокруг поддерживают. Своих и чужих ребят. И приезжих. Гостей. Молодцы. И в городе очень доброжелательно встречают всех гостей. И здесь ребята очень знают все фамилии, знают всех борцов. Это очень приятно. Потому что я тут работал. И уже три года меня не было здесь. Но болельщики помнят. И с удовольствием я встречаюсь с ними, с друзьями, со своими. Конечно, блестящая организация. Блестящий. Проходит чемпионат. Блестящая публика. И организация вообще супер. Никаких вопросов нет. Это один из лучших чемпионатов, который я. виделся после него. И это, конечно, не вопрос. Как institutions ontng Классный год, я ксюка. Захвата можно было запустить в руку. Не надо было торопиться. Когда вот второй проход сделал, оттуда бана давно не взял. Бана не взял здесь. И что там? Село не чувствовалось сейчас. Ничего варили вниз. Китайский борец. На экране. Посыпно, чтобы там придется на столб. И там придут посыпные. До столб. Ну и на остальные минуты. Да вообще не придется. Тихо. 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 Как вы говорите об организации? Нет, я говорю английский. Нет, нет. Хлоп, подсалoffs, не успел. 10. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, начинаются полуфинальные схватки Добавил субтитры 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 Я думал, что я делал все правильно. Я преследовал своих соперников. Я думаю, что это удар по моей карьере. Я чувствую об этом все время. Я действительно беспокоен. Я действительно беспокоен и действительно разочарован. Потому что последние два года подряд, в одной и той же ситуации, в одном и том же эпизоде, с одним и тем же соперником, я проиграл два чемпионата мира. Этот парень очень сильный. Это лучший парень, который может оставаться долго сфокусированным на борьбе. Он имеет отличную дисциплину. И этот парень никогда не опустит свои руки в течение шести минут. К сожалению, я не был лучшим в течение пяти минут пятьдесяти девяти секунд против Седакова в этих двух чемпионатах мира. Я думаю, что я должен развиваться дальше. Но сегодня я выиграл путевку на Олимпийские игры. Если ничего не случится, то в следующем году будет все хорошо. Я знаю, что у нас есть парень 79 килограммов, который завтра должен выиграть чемпионат мира. Соткаться потом, друзья, давайте. Ребят, ребят, потом подпись. Сначала поработать. Да, здесь... Я могу. Ну, не так уж сильно устал. Ну, не так сильно устал. План напряженная схватка. Я уважаю своего соперника. Очень хороший, опытный, сильный. Настраивался, как на войну, на последнюю схватку. Выкладывался, как мог, и с Божьей помощью выиграл. Если бы у тебя инстаграм не хакнули бы... А, инстаграм не самая главная жизнь. Я особо не публиковал там часто. Ну, и тебе есть с чем сравнивать? В прошлом году ты также стал чемпионом мира. Эмоции похожи? Ну, в прошлом году это как было в первый раз. Я очень сильно радовался тогда. Когда же ночью лег, уснул, и где-то в 4 часа я просыпаюсь. И думал, неужели этот целый пояс свой ищу. Я смотрел на рядом, я сразу успокоился. Теперь два пояса рядом будут лежать? Да. Ну, я уже о них забыл. Надо двигаться вперед с Божьей помощью. После вчерашней схватки с Борозом, которая была как под копирку, как прошлогодней, не было ощущения, что все сейчас пойдет вот как надо, что буду двукратно? Ну, конечно. Вчера уже, когда Бороза выиграл, в номер пришел, и думал, завтра одна схватка, всего лишь одна. Настрой все отдам, чтобы взять этот пояс. А из-за этого сюда приехал. А Чамиза тоже не подарок? Чамиза, конечно, не подарок. Я уважаю всех своих соперников. Он очень опытный, хороший спортивный. У вас личный счет 3-1 теперь стал, правильно? Да, кажется. Нет, подумай точно, скажи, потому что... Да там база ЮВИ страдает, но 3-1 в свою пользу, правильно? Да. Когда проигрываете, что? Нет, ничего у меня. Не было вези? Нет, волнений не бывает, ничего. Просто борюсь дальше своей борьбой. Стараюсь не увлекаться. Никуда, чтобы так. Стараюсь встречать только своих тренеров. И все, и делаю свое дело. До финала тебя Арсен Сулейманович Фадзаев не секундировал, а в финале вышел секундировать. Почему вот принято было добре? Потому что он снимал мои схватки. Освещал, да? А так кто-то... Он оставил кому-то телефон? То есть все смотрели припоминания? Нет, он никому не доверил, он сам снимал. Нет, я имею в виду на финал. На финал там под коробу. А, на финал он все... Он сказал, на этот раз я выйду, и как в прошлом году мы сделаем это. В этой связи, интересно просто, я не помню, Кому первому ты прыгал в объятия, Арсен Сулейманович или за борт? А, я даже не помню, так как традиция у меня пошла. Это... Конечно, эмоции я не могу скрывать. После таких побед хороших. Когда напорная борьба бывает, равная схватка, вырываю победы, и, конечно, эмоции не могу скрывать. Ровно вы самый главный болельщик, скажите. Ох, у меня очень много болельщиков. Спасибо им большое за то, что они рядом поддерживают меня, болеют за меня. Всем огромное спасибо. Я бы эту победу хотел посвятить теракту в 2004 году, которые погибли в 2004 году в теракте в Беслане. Хочу это им посвятить. Потому что я сам в Беслане тренировался, оттуда вышел. И недавно еще, когда травмные дни были, мы все переживали, смотрели. И я вот тогда уже сказал себе, я это сделаю. И посвящу именно, посвяту именно эту победу. Ровно год назад, в Одинцово, после чемпионата России, я задал вопрос, типа, Забову, твои главные соперники, на что он мне сказал, они уже не мои, а я их поддаю за улыбку Седаку. Теперь они уже не бои, кому это передашь. Жордан Балазов. А на это пока ничего не могу ответить. Потому что все от Бога идет, от Всевышнего он нам помогает. Я не могу сказать, кому я это передаю. Я бы никому не хотел их отдавать. Но дальше мне, да, дальше мне надо еще больше усерднее, тренироваться. Режим все это. Я люблю делать. Так что, с Божей помощью, у меня все получится. Субтитры сделал DimaTorzok, за субтитры сделал DimaTorzok, за субтитры сделал DimaTorzok, А второе, я не тяна Готова. Астроги? Добро пожаловать в Казахстан! Как сложилась схватка? Насколько сильно он стал? Сложилась такая равная схватка была и нервная. Я не ожидал, честно, что я так поборюсь на равных. Я думал, будет легче. Ну, сложилась такая равная схватка. Эмоций у нас особо не видно на лице, радости. Наверное, на ремнях я ехал за другой медаль. Конечно, я ехал за золотой сюда медалью. Ну, есть радость. Конечно, я рад. В третьем месяце я попал на чемпионат мира. Я стал бронзовым призером. Я прошел тяжелую сбору, я готовился. Но не всегда бывает так, как тебе хочется. Но эмоций нет. Что ты думаешь о своей второй победе? Я думаю, все хорошо. Все получилось. Все получилось лучше, чем я хотел. Это было сложно одерживать победу один за другим. Но я выиграл. Но у меня все получилось. Каков секрет твоего успеха? Мой секрет? Да. Я был благословлен этой жизнью. Я думаю, что для меня, если было секрет, ты знаешь, что Бог — это часть моей жизни. И Он ведет меня в то, что я делаю. И я думаю, что, если бы ничего, я не хочу, чтобы это был секрет. И он благословил меня с этой жизнью. Благословил меня с моими друзьями. Благословил меня с моими друзьями. И он благословил меня двумя победами на чемпионате мира. Я думаю, что я действительно благословен. Это мой секрет. И, конечно же, это тяжелая, трудная работа. Спасибо большое! Узбекистан! Благословил меня! Красавчик! Сколько выдержал? Насколько сильно устал физически? Чуть-чуть устал. Или более психологически устал? Нет. Психологически устал. Вновь я впервые по взрослому борюсь. Красава. Раньше я молодышки борюсь. Взрослому трудно борюсь. Теперь учимся. Дай бог Олимпиады. Уже будем готовы. Смотрим на пару. Трехкратный чемпион мира! Ничего не могу! Смотрим! Трехкратный чемпион. Не все долго идти. Да, уйдешь. Да, уйдешь. А уж, да уж, так мы как-то. Астаха, счет какой? Да? С счет какой? Да, счет. Пасы, не матч, мы играем. Все. Да, общий счет. Да, общий счет. Астаха, мы тоже выигрывают. Я тоже выигрываю. Да, Гена, только один вопрос. Последним, вот как вы заработали самые победные баллы? Только об этом могу сказать. Я не знаю, как заработать. Это были борьбы, а я не знаю, сейчас. Вы не планировали, чтобы было что-то? Я не знаю, сейчас. Это был борьбы. Да, это был борьбы. Я не знаю, что выиграл. Я не знаю. Многие выиграли такого хорошего борца, но я сейчас очень уставший, не могу даже ответа нету. Когда до конца оставалось 20 секунд, и ты проиграл, откуда у тебя повелось сильнее? Я не знаю, мы настраивались. Наши тренеры вместе, и я сказал себе, что надо бороться до конца, до последнего секунда. Слава Богу, все хорошо, не получится. Вот и завершился третий день чемпионата мира по вольной борьбе. Очень насыщенный, очень такой энергичный день прошел. Завтра будет последний день чемпионата мира. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте, друзья. До следующего эфира!